Привет, капитаны! Вы спили МВ-ченелл, канал, где изучают корабли. Из широкого поля, небольшой лесочек. Дымогенератор активирован. Редкие сосенки, шиденький денечек. Поля нас не видно и не слышно тоже. Изредка лишь кое, и из греха не можно. Поля нас не видно и не слышно тоже. Изредка лишь кое, и сверкают тревожно. На широком поле, не пощадки вовца. Где воли тяжелых, рыцарь скреснется. Наша же задача в этом целом каре. Удивить вражину, кланковым ударом. Первый кров. Курятник ликвидирован. Обидел об ты, Люка, своего мелочка. Плацелую точурку, обними, сыночка. К вам я ворочуся, и с похода скоро. Только разберемся с ошалевшей скорой. К вам я ворочуся, и с похода скоро. Только разберемся с охеревшей скорой. Не успели мы разобраться со свалившейся нам как снег на голову имбищей Белфаст, которую можно получить совершенно бесплатно в качестве разминки празднования Дня ВМФ. Кто не успел, еще есть время до утра 24-го числа. Как нас уже манит другой замечательный крейсер. Теперь уже солидного 9-го уровня. Щербаков. Событие с ним стартует 24-го числа. То есть видите, как все органично сделано. Сперва забираем Белфаста, а потом начинается событие по Щербакову. И если Белфаст по моей классификации имбища, господа слабо разбирающиеся в игре могут поинтересоваться статистикой крейсера как в мире кораблей, так и в соседнем проекте. И везде он первый по винрейту. Как за все время, так и за последние 28 дней. Причем с солидным отрывом. А потом заглянуть в толковый словарь насчет слова имба. Так вот Щербаков по моей шкале на гибучести располагается чуть пониже. Не имбища, но имбочка. И естественно, фактов, цифр и доводов у меня в пользу этого уже вагон и тележка. В том числе и собственный опыт игры на этом чуде. Начнем с того, что это улучшенная версия Кутузова. Насчет которой, конечно, некоторые не особо разбирающиеся в игре товарищи могут скривить свои адмиральские физиономии и сказать, что, мол, фи, корабль устарел и никакая не имба. Тем не менее, по данным Прошипса, он на первом месте по винрейту. Но, по моей классификации, он имеет уровень на гибучести лишь немногим меньше Белфаста. Однако, надо иметь в виду, что это крейсер. То есть, корабль весьма уязвимый. И если на нем тупо упороться, нагло и безрассудно палить во врагов и уйти в порт с одной плюхи, то потом, конечно, можно кричать, что никакая это не имба. Ведь настоящая имба должна была всех соперников уничтожить сама, пока игрок лениво копошится клешнями в пачке чипсов. В общем, с такими товарищами спорить бесполезно. И я даже не буду тратить на это ни свое, ни ваше время. Лишь скажу, что Щербаков гораздо круче Кутузова и играется еще интереснее. А кто сомневается, для тех у меня есть красноречивая сравнительная табличка, рассеивающая все сомнения. А также подробное объяснение, за счет чего же Щербаков им будет и как, собственно, этого добиться. Все это, естественно, находится в вышедшем только что в нашем адмиральском клубе на Бусти обзоре. Стоит посмотреть, ибо Щербаков, в отличие от Белфаста, хоть и подарок, но не бесплатный. То есть, как обычно, часть стоимости можно будет погасить флотскими жетонами, но часть оплатить реальными деньгами. И тут кто-то может спросить, так какой же тогда это нафиг подарок, если за него нужно платить? И, возможно, будет по-своему прав. Однако меня поймут лишь те, кто пытался вытащить из новогодних контейнеров, выведенного из продажи Кутузова, отдавая за это кучу денег. А тут реально улучшенная версия Кутузова, да еще и с крутым фармом, ибо прем-девятка. Господа раки, омары и лобстеры, вы почти профукали бои. Так что для меня и других настоящих ценителей это действительно подарок. Хоть и платный, и хоть оценят его явно не все. Ибо повторюсь еще раз, что корабль сам собой всех соперников не выносит. В общем, думайте, решайте, и да пребудет с вами плоская сила. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ